Привет, друг! С тобой Эван. Мы продолжаем играть на сервере Смотра Рэйдж, всё как всегда, и сегодня вместе с тобой будем продолжать обозревать новое обновление на сервере, а именно работу машиниста. Поэтому желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, и мы начинаем. А перед началом данного ролика хотел сказать, что на этом сервере у меня свой личный промокод Эван. Вводи его при регистрации большими буквами, получай 50 тысяч рублей на свой баланс, иди сдавай на права и работай на свою мечту. Знаешь что, вчера вышла новая серия по обновлениях, и за этот ролик выйдет до работы пожарников, после работы пожарников, потому что я только что устраивался, хотел там заработать денег. Ну ладно, скажу вам спойлер, там баг и работа не работает попросту. Поэтому сегодня мы будем скорее всего обозревать работу машиниста. А перед началом хотелось попросить подписаться на канал, ведь 81% смотрят без подписки, все смотрят ролик, всем интересно, всем всё нравится, никто не подписывается. Мне так что-то, если честно, не нравится. Давайте, там красная кнопка внизу, делай серый, давай, я жду. Тем более там конкурсы, каждый день ролики после обновления, вообще куча серверов снимаю, интересно, а ты ещё не подписан. Всё, подписался, красавчик. Знаешь что, отправляемся как бы на работу, блин. Вот этот баг меня бесит, что ты выходишь с камхака, и он всегда остаётся, этот интерфейс камхака. Остановить анимацию. Также нельзя, блин, в камхаке сделать точку, вернее не точку, а функцию, чтобы персонаж стоял и никуда не двигался. Ну блин, это же просто. Они добавляют, типа, работы, а такую вот херню, которую капец как спасёт камхак, они добавить не могут. Конечно, в видосе с обновлением мы уже могли увидеть, как бы немножечко, как я работал. Поэтому сегодня, я чувствую, так не будем делать, потому что мы ничего не заработаем. Как мне объяснили, это светофор, это, типа, короче, как в жизни на тачке, нужно тебе подъехать к нему и стоять. Знаешь, залезаем на второй этаж, вернее заходим. То есть ноги, да. Вот здесь пацаны АФК-шат. Ох, ебать, а чё здесь? Такой набор жёсткий, что они все стоят здесь. Да, устраиваемся, короче, да. АФК-шат, а походу здесь, может, разные маршруты есть. Актуальные маршруты, пожалуйста, подождите. Пожалуйста, подожду, давай. Актуальные направления, Лос-Антос-Ла-Меса, 92 тысячи. Окей, мы заспавнились в поезде, да. И нам надо ехать прямо, окей. Знаешь, светофор у нас зелёный, или как он там называется? Семафор, сори. Я буду говорить на него светофор. Ага, знаешь, мы можем ехать, если он будет гореть жёлтым, либо чёрным. Чёрным, он говорит чёрным, чёрным, красным. Нам нужно остановиться. Максимальная скорость 60 км в час, окей. А круиз здесь есть? Ага, я так понял, вот эта точка, нам стрелки никаких не нужно ждать. Нам просто нужно сделать круг по Лос-Антосу. Окей, максимальная скорость 80. Там 70, здесь 80 уже. Погнали. 83 поставил на круиз. Кстати, круиз это удобная штука. Вот так поставил и ушёл там себе пельмени варить, реально. А так-то смотрится необычно. GTA V, поезд. В смысле, превысили? Даже на 3 км это превысили? Серьёзно? Хорошо, 80 так 80. Значит, что получается на первых уровнях здесь у нас идёт Обычные грузовые поезда от вот такой вот всякой херни с вагонами. Потом продукты, оружие, там что-то правительство что-то не говорили перевозить. Ага, так, семафор зелёный, можно ехать, всё нормально. Потом нам будут доступны как бы пассажирские перевозки, где мы можем открывать вот эти всякие двери, садить пассажиров. Я надеюсь, боты будут, чтобы интереснее как бы было. И 10 уровень это метрополитен. Потом будет интересно. Аксимофор жёлтый, значит, надо тормозить. Или что? Ну, жёлтый, типа, я успел, наверное. Хотя вот здесь зелёный, но всё, едем, значит. Странно, когда мы начинали здесь ехать, была максимальная скорость 60. Блядь, остановиться надо. Блядь, вот эти камеры, это капец. Вот, например, мой поезд вот здесь находится. Останавливаюсь. Нет, не здесь. Вот. Пожалуйста же. А, начали погрузку вашего состава. А, это здесь погрузка. Вот это бы я сейчас поеду. Можешь отправляться на следующую станцию. А, это получается, на каждой станции нам нужно останавливаться. Я понял. Ой, блядь, подожди. Какой я 166 уже разогнался. Стой, блядь. Не, реально, мне кажется, я сегодня не доеду, пацаны. Мне кажется, я не доеду. Ну, можно меньше? Ну, алё, скидывай. Скидывай, блядь, скидывай. Всё. Всё, едем. 83. Тоскидывай, ты, ёпта. 75. Всё, едем. 150. О, красный, например. Достаточно красный, ехать, скорее всего, нельзя. Ну, я так думаю. Да, 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 нельзя, потому что пацан проехал, и он тупо пропал. Окей. Или можно. Иногда смысл от него было бы. Ну, согласен. Давайте тогда остановимся, подождём. Может, тоже проехать? Не надо, пацаны, не надо. Ну, реально, чем мне не нравятся вот эти новые работы, да, в принципе, все работы на этом сервере, что просто на ощупь. Реально, нету нигде, нигде не описывается, что тебе нужно делать, нигде не описывается, что есть у тебя какие-то семафоры, что тебе нужно как бы останавливаться на них. На какие можно, на какие нельзя, где вообще останавливаться, что делать, типа, чтобы было какое-то описание этой работы. Я не знаю. Кирич, привет. 16.22. Пробуем. На семафор у нас зелёный. Разгоняемся 60. Всё, и едем отсюда. Нафиг. Блин, столько вагонов добавили, кто-то писал и предлагал админам, чтобы они, как бы, уменьшили немного количество вагонов, потому что камера, это капец, она так дёргается, это вообще, блин, не продумано. Ну, как я считаю. Вот, например, вот сейчас. Я не могу остановиться, потому что все едут. И чё мне делать? Ну чё с камерой, алё? Его не одолить, не приблизить, ни хера с ним нельзя сделать. Всё, что можно сделать, это комхак рубить. Вот. И так ехать. И всё. Больше никак. Начали погрузку вашего состава, ожидайся. 150, тапочку в пол и поехал. Вот это я понимаю. Вот 150 разогнались. И сейчас просто семафор красный, как это тац. Вот красный, блядь. Как 150 тормозиться? Блядь, никак. Просто никак. Не, это дичь. Это дичь. Либо они пусть расставляют метки, либо, я не знаю, 110 нужно ехать. Реально, как пацаны говорили, 120 максимум, типа, чтобы тормозиться. Если я тебе так напишусь рандомно просто семафор, то всё. Пока. Хана, пацану. Пока. Ебать. Ебать. Блядь, останавливаться. Быстрее, быстрее, быстрее. Стой, 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 стой. Понимаю. Короче, тебе, как минимум, нужно либо посмотреть мой ролик, либо один раз проехать, чтобы знать, где остановки, а где их нет. Да. Пацан просто проехал прямо по ходу. Забил. Может отправляться на базу. Окей. Погнали на базу. Зато можно посмотреть, как здесь красиво. Зимой. Мне ещё очень интересно, через сколько напишут на него бота, чтобы он сам ездил, сам тормозил, сам разгонялся. Мне кажется, очень быстро, прям очень. Блин, вот это самая красивая локация, мне кажется. Прям очень красиво. Прям можно для скриншота сделать себе. Оп, оп. Красный, 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 красный. Как минимум, короче... А где он? В прошлый раз, блин, так близко было, а сейчас он так далеко. Короче, вот эти все светофоры, как повезёт. Мне кажется... Блин, какие светофоры? Симафоры. Мне кажется... Блядь, куда разогнался? Мне кажется, они в одном месте, только одним цветом горят. А везде они зелёные, жёлтые, как это всё. Хотя, вряд ли. Чё, опять не я торможусь? Не, я торможусь. Пацану хана. Оп, зелёный. Всё. Подожди, куда? В смысле назад? Впишёв давай. Всё, погнал. 110, давай, 16, 20, 26, 30. Вот это 8D-эффект. Вот это я разговариваю, и прям слева ухо, вправо, или наоборот, не знаю, что там. Интересно, сколько едет эта ласточка, или как она там называется, которая пассажирская. Быстрее, чем этот поезд или нет? Ну, здесь, я думаю, нужно спинуть, потому что следующий может быть красный. Ну, следующий жёлтый, а следующий, походу, следующий будет красный. А нет, зелёный. 110, давай скидываем до 110. Я не знаю, либо мне это везёт, либо всегда на этих маршрутах только два семафора, и именно в двух определённых местах. Хотя, мне кажется, это мне просто везёт. И они спаунятся, как бы, в рандомных местах для каждого игрока. Вот красный, ещё один. Где он там? Он на выезде вроде, да? Не буду делать же светофор. Семафор. Почему светофор? Семафор. В тоннеле. Поэтому где-то на выезде. Сейчас аккуратно как-то подъедем сюда и отормозимся, если что. Вот он, я его уже вижу, поэтому отормаживаемся где-то здесь. Можно так медленно 14 км в час подъехать, на всякий случай. Вот. Чтобы нас не оштрафовали, нам оно нафиг не надо. Мы уже почти доехали. Ну, может, ты уже зелёным заговоришься, нет? И вот интересно только одно. Вот мы, например, с пацаном стоим, а какой-то чел поехал. Либо ему пофиг, что семафор красный, либо у него он зелёный. Какие-то передайте, у него был красный. Не знаю, как это всё зависит от чего. Эван, добрый день. Привет, ещё раз. Здравствуйте. Посмотрите, по поводу красного семафора, я не помню, мы сняли вам. Смотрите. Да не, мы слышали то, что типа минуту стоишь, а потом нужно ехать, потому что... От минуты до трёх... Семафор красный, я могу говорить. То есть от одной минуты до трёх минут. Если в течение трёх минут он не меняет свет, тогда вы можете уже продолжать движение. В принципе, как по практике уже не один репорт, людям это не засчитывается как штраф, и они продолжают движение. То есть этот момент передан разработчику, ожидаем исправления этой проблемы. А, да. Ну, прикольно. Только что просидел просто шесть минут впустую. Да, тормозить можно, да? Где нам эту фуру сдавать? Железнодорожную, да? И я, пожалуй, на сегодня всё. Мне достаточно. Успешный маршрут, вы справились. А что, сомневались или ещё? Маршруты ещё какие там есть? 92. Знаете, пацаны, чё-то мне надоело. Реально. Чё-то я вымотался. В итоге прошло у нас с учётом того, что мы ждали. Сейчас скажу, сколько. 29 минут, но если убрать вот эти минуты... Ну, короче, 25 минут я потратил на один рейс. И за 25 минут я заработал 93 тысячи. То есть за час мы можем заработать где-то 186 тысяч, 185 тысяч. Ну, где-то вот так, на первом уровне. Как бы решать уже вам, выгодно это или нет. Мне кажется, нет. В принципе, на этом всё. Вот такой вот обзор работы. Проехали с вами один маршрут. Подписывайся на канал, если не хочешь пропустить новый видос. Где мы посмотрим новую работу. Скорее всего, либо гонки. Я не знаю, пофиксят они пожарников или нет. Успеют или нет. Если не пофиксят, так и выпустим. Этот ролик не пофикшенный. Ладно. Также через месяц будет обзор 10-го левела. Ну, где мы будем кататься и на грузовых, и на ласточки, и в метрополитене. Так что подписывайся, чтобы не пропустить. Конкурс обязательно тоже будет. Пиши в комментариях, как тебе новая работа. Вот это понравилось на тебе или нет. Какой у тебя уже ран. Будет очень интересно почитать. Также не забывай нажимать на колокольчик, чтобы всегда смотреть мои ролики первым. Никогда их не пропускать. Ну, с тобой был Левен. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи, пацаны. И всем пока-пока.